Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Bloodborne подробно, и в прошлый раз я прошел первую половину леса, но сегодня я не буду продолжать проходить лес. Вместо этого у меня есть два места, куда можно пойти, так что поехали отсюда в сон, и потом оттуда уже разбираться с этими местами. Продолжение следует... Мне нужно еще больше Аркейна, почему бы и нет? Что у меня с бутылками со всякими? 490, да, с бутылками все окей. Ладно, тогда я вернусь в главный собор, если я там открыл... Я как наркоман там не открыл? Лампу? Видимо нет, ну тогда в соборный округ. Можно и оттуда добежать. В общем, в прошлый раз я встретил персонажа, который дал мне миндальный камень и сказал обойти главный собор справа. И также я нашел повестку в Кейнхёрст. И это те две вещи, с которыми я хочу связаться в этом видео. А насчет обойти собор справа я туда недалеко пройду, но немножко пройду одну маленькую локацию. И после этого поедем в Кейнхёрст разбираться с тем, что там происходит. Но сначала все-таки, наверное, стоит забежать в собор и... Что-нибудь там сделать. Ну то есть, лампу зажечь. Чего я не сделал после убийства Амелии почему-то. Или, возможно, я наркоман и я просто... Не увидел ее сейчас в списке, куда я могу телепортироваться. Ладно. С врагами я особенно не хочу связываться. Душ за них дают мало. Убивать их долго. И все такое. Ммм, странно. Ну хотя нет, не странно. Тут есть второй этаж, и его, в принципе, слегка видно. Вот эту вот ограду везде. В некоторых местах. Но отсюда не видно проход, который есть на втором этаже. Ммм, не уверен. Слишком хреновый графон. Сложно разглядеть. Видно там проем или нет. Потому что вот там вот за статуей на верхнем этаже там должен быть проход. Вроде бы он там есть. Но это сильно позже. Ладно. Поехали направо от главного собора. Разбираться с тем, что там происходит. Тут я все уже зачистил от тех врагов, которые не респавнятся. Ну, потому что я здесь уже был один раз. Но здесь остались враги, которые респавнятся. То есть всякие там охотники Яргула. И все такое. Эта дверь не изменяет свой голос, как ни странно. Ну, ладно. Не важно. А, это не было бы к стабам. Ну, ладно. Все равно не важно. Двойные осколки. Неплохо. Так, и сюда спрыгнуть. И дальше сюда спрыгнуть на людей. И еще на людей. И, может быть... Еще на людей. Относительно. Опс. Окей. Не проблема. Оружие, которое я хочу взять дальше, оно немножко спойлерное. Но я все равно хочу его использовать. Это меч священного лунного света, про который я пару раз говорил. Уже. Но, в общем, это меч. Который в стандартном офсете достаточно стандартный. Но вместо навыка у него вот такая вот фигня. Он становится светящимся. И начинает, во-первых, наносить намного больше аркейн урона. Во-вторых, у него появляются еще разные атаки, которые пускают блинчики. Что довольно офигенно. И также такая фигня. И это довольно эффективно против врагов, у которых уязвимость к аркейну урона. Проблема в том, что таких врагов мало. Но, опять же, я об этом уже говорил. Это проблема аркейна оружия в этой игре. Большая часть врагов с уязвимостью к аркейну, они находятся в чашах. И, в принципе, прямо сейчас мне этот меч не нужен. Но мне он нужен будет немножко позже. Когда я пойду в другую локацию. Скорее всего. Я, на самом деле, не уверен на 100% нужен ли он там. Но все же. В общем, да, этот портал. Он безумие на меня накладывает. И запускает заставку. Как-то так. Если бы у меня не было миндального камня, то меня бы просто задамаживал этим безумием и скинул обратно на землю, и все. Но вместо этого с миндальным камнем мне показали амигдалу и телепортировали меня в лекционный корпус. И это интересное место. Интересное и темное место. Какое счастье. Ну окей, это местный патчес, он в игре нигде не назван патчесом, кроме как в титрах Ну и он мне предлагает идти вперед, бросить себя на растерзание волкам и все такое Но вместо этого я вперед не пойду, вперед он подразумевает туда, там дверь в конце этого коридора, ну в конце этого зала, наверное, скорее И эта дверь меня приведет в другую локацию, в которую я пока что не пойду Я хочу просто осмотреть эту локацию, лекционный корпус, первый этаж его И подобрать все, что здесь лежит, и после этого свалить обратно Свалить обратно я могу в любой момент, потому что лампа в самом начале была, и она спокойно работает, как и все остальные лампы То есть я могу просто вернуться в сон и пойти в другое место Но для начала все-таки я загляну сюда И это местные враги Уязвимы к молнии, очень уязвимы к молнии И к огню, по-моему, тоже Аркейн не особенно, к физике тоже не особенно, но в данном случае этот мяч вполне нормально работает И у меня тут есть копейки электрического урона, потому что один из камней прибавляет этот электрический урон И этого, в принципе, хватает Ну или нет, хватает скорее просто моего урона Ключ от лекционного зала И студенческая униформа Ну, давайте посмотрим, что это все из себя представляет Ключ от лекционного зала в лекционном корпусе Сегодня двухэтажный лекционный корпус затерялся в кошмаре Но когда-то это было местом размышлений, где ученые изучали историю и археологию Возможно, это по-прежнему так, поскольку студенты в лекционном зале, кажется, ждут возвращения профессора Лекционный корпус Бюргенверта, возможно Не совсем понятно Потому что в Бюргенверт мы скоро попадем И там ничего такого нет А какая из них? Вот эта вот была, правильно? Потому что у меня таких две Да И Так Униформа учащихся Бюргенверта и исчезнувшего образовательного учреждения Церковь исцеления уходит своими корнями в Бюргенверт И, конечно, заимствует оттуда элементы дизайна униформы Сосредоточение не на знаниях или мышлении Но на чистой претенциозности Повергло бы мастера Вильяма в отчаяние, если бы он только знал Видимо, он не знает То же самое Да, в этом варианте отсутствует плотный плащ Есть еще другой вариант с плащом Который с таким же описанием Но который пока что я не нашел Как-то так Ну, перчатки, естественно, нет этого сета Окей Эта дверь, опять же, ведет в другую локацию Пока что я туда не пойду Эта дверь ведет к вещам Черт, почему я не могу ее залучить Ладно Знание безумца, которое на самом деле Одно из них это знание безумца Второе это руна По-моему Руна Пречащения На плюс три, кажется По крайней мере, она где-то здесь есть В этой локации Наверное, это один из этих предметов Но у меня более высокая версия Эта руна в любом случае уже есть И уже была бы Потому что она более высокая лежит в... Или... Или менее высокая В общем, какая-то другая версия у меня была бы Так, ну и этот зал Огромная куча студентов И они делают всякие нехорошие вещи В плане своих атак Наверное, это нитрус здесь будет более хорошим вариантом Вау Также они делают очень нехорошие вещи с фпс Потому что их слишком много И они слишком логучие Это весит И также сплошные стан локи тоже нехорошо Окей Ловите-ка вы Тентакли Тоже не очень хорошо работает Тут очень хорошо работает Еще одно заклинание Которое здесь же можно получить где-то Но оно у меня не эквипнуто И сейчас в инвентаре лезть как-то Не очень удобно Окей Готово На этих студентах В принципе, поначалу можно неплохо фармить Души И они иногда пули, по-моему, дропают еще Но для этого нужно что-то, что хорошо их убивает И то, что хорошо их убивает, это Заклинание, которое тратит слишком много пули Для того, чтобы быть полезным Которая лежит вот в этой комнате Конкретнее Сундук, откройся Конкретнее А, не-не-не, не в этой комнате Хм Стоп, а где она тогда лежит? Это авгурбрайтеса Это то, что я использовал уже Хм Может быть, я ошибаюсь? Мне казалось, она тоже на этой вокации А, не-не-не-не Я вообще ошибаюсь Она вообще не здесь Тогда нет Тогда их фармить здесь особенно нечем Огнеметом может быть Но это не суперэффективно Ну ладно Авгур так авгур Остатки жуткой правды Были замечены в Бюргенверте Используйте фантомы Трусливых пророков великих Чтобы частично призвать Покинутого ибрайтеса Покинутую ибрайтес Наверное, скорее Первая встреча Посеяла в старом Лабиринте зерна Любопытство Относительно космоса И привела к созданию хора Возможно, это Тот самый медиум То есть, именно Вот этот предмет Авгур ибрайтеса Или все-таки Они действительно нашли ибрайтес И первая встреча Ну, нет Привела к созданию хора И там всегда хор упоминается Во всем, что связано с ибрайтес Хор это сильно после Отделения церкви от Бюргенверта Ну или не сильно Но, по крайней мере, после Так что, нет Не похоже, что это Тот самый святой медиум Ну ладно И, в принципе, это все Что есть на этой локации По крайней мере, все С чем я пока что могу связаться Тут есть второй этаж Но туда я попаду Относительно не скоро Потому что Лестница на второй этаж За этой дверью И эту дверь я пока что Открыть не могу А та локация Которая ведет туда Там куча материалов Для апгрейда всяких И Немножко камней Можно получить Для вставки в оружие В том числе элементальных По-моему, там треугольные Достаточно массово падают И там можно получить Чашу четвертого уровня Там падает чаша Лорена Первая Больного Лорена С босса Но, в принципе, это Опциональная локация полностью Так что, пока что я вернусь в сон И пойду В Кейнхёрст Который тоже опциональная локация Но немножко больше И веселее, чем Чем Лекционный корпус, по крайней мере Дай мне еще уровень И для того, чтобы попасть В Кейнхёрст Мне нужно поехать В Обитель Ведьмы Ну, в Хемвик вообще Но от Обитель Ведьмы Туда ближе Чем от стартового От стартовой лампы Хемвика Этот меч Который Меч Лунного Света Он немножко интересен тем, что Он физический и тайный Естественно, у него базовый урон Физика И немножко меньше тайный И скейлится он И в тайную физику нормально Более-менее По дефолту Лучше всего в него вставлять камни Которые повышают Общую атаку Атака повышается на 19% Атака повышается на 21% Атака повышается на 19% Вот это вот все Я не помню Как именно он работает Хотя я сейчас, наверное, могу Быстренько зайти на Вики И посмотреть В общем, в нетрансформированном Варианте Он наносит Меньше урона, чем По крайней мере Аркейн урона Чем написано в его Описании То же самое, кстати Священный клинок Людвига Эти два оружия Они немножко странные В том плане, что Все вот эти вот их статы Которые написаны в статах Они применяются К двуручному варианту Когда я их беру в одну руку И могут менять, по-моему, так же Когда я их беру в одну руку Они наносят значительно меньше урона Но Так, ну прям быстро Так и без проблем на Вике Я не могу понять, что Именно И как именно он работает В общем, смысл в том Что вот этот вот баф Его Аркейн урон усиливает Значительно И из-за этого он хорош Возможно, так же Трансформирует часть физики В Аркейн Скорее всего Потому что я знаю, что Камни, которые повышают Общий урон для него полезнее Чем камни, которые повышают Чисто Аркейн Частично, конечно Потому что физики у него довольно много То есть в таком варианте Он там 180 плюс 280 физики наносит Так что это довольно неплохо Но, возможно, и Скейл урона какой-то там особый тоже есть Не уверен Но, опять же, вы видите Что вот эти вот, видимо Яргульские чуваки Они имеют уязвимость к Аркейну Так что по ним Очень хорошо этот меч дамажит Но даже по обычным врагам В этой локации он дамажит уже Значительно хуже В этом проблема Этого меча И колеса Которые тоже Аркейна оружие В том, что Очень много врагов Которые достаточно хорошо защищены От Аркейна Ау Также Также Да, этот меч Умеет эти блинчики пускать Блинчики тратят пули И также Они наносят Чистый Аркейн урон И если я в ближнем бою Пускаю блинчик То я попадаю И блинчиком И Самой атакой То есть получается Вообще много урона Или нет Ну, иногда По крайней мере Сейчас я как-то В первый раз Криево попал Что только Одним чем-то Задамаживаю И также Л2 То есть вместо Выстрела из пистолета У него тоже Магическая атака Которая тратит пули Тоже Вот это И она Выпад С кучей урона И она Неплохо Отталкивает врагов Большую часть врагов Ну, окей И теперь Можно подойти Вот сюда И получить Заставку Стоит зачистить Все перед тем Как подходить К обелиску Потому что Карета Она здесь будет Стоять ограниченное время И потом исчезнет По-моему Ну, или Конечно Можно к ней подойти И сесть в нее И это Автоматом Все завершает То есть даже Если у меня враги Сагрены Я могу это сделать Но все же Я могу это сделать Я могу это сделать Я могу это сделать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И куча всяких интересных вещей лежит Ну и также здесь много всякой крови и прочего подобного Это... Будет шорткатом Это лифт, который сейчас не работает Но, естественно, я потом спущусь на нем и смогу... Снова подняться на нем Когда мне нужно будет По левой стороне Вот эти вот враги-кровососы Они Не супер опасны Но могут доставить неприятности У них такие вот быстрые всякие прыжки Довольно дальнобойные Быстрые и дамаговые атаки некоторые Но в целом Один на один с ними не должно быть особых проблем Ау А по-моему они считаются чудовищами И получают бонус по чудовищам От зазубренного оружия Также они дропают самоцвета оттенка крови И По-моему они еще могут дропать Вот эту фигню Может быть ошибаюсь Ну ладно Тут можно спокойно мимо всего пробежать Мне нужно вот в те ворота впереди И я могу просто игнорить всех врагов Но сейчас я этого не буду делать Потому что предметы А также я хочу достать Пилу и потестить ее все-таки Насколько много урона Она будет наносить Нет, не сильно То есть видимо они не считаются чудовищами Вау Также видимо они довольно живучи Мешаная холодная кровь Смоцвет оттенка крови И все такое Также эти враги В чашах Появляются изредка Они появляются Если вы убили кого-то критом И потом ушли И потом если вы вернетесь туда же Не перезагружая локацию То есть не отдыхая у лампы Не умирая Просто вернетесь туда же зачем-то Там может появиться кровосос такой Это достаточно интересная механика Но это практически никогда не происходит В том плане что вы практически никогда Не возвращаетесь туда Где вы уже были И тем более где вы убили кого-то Критом Окей Могло отцепенение Которое Как мы помним из ее описания Происходит из Кейнхёрста Говорят что этот рецепт использовали Охотники за кровью из Кейнхёрста И что благородный обитатель замка Поколениями ревностно хранили его секрет И так же если я по центру спущусь вниз Ну или не по центру Или вот здесь прыгну Но там еще пара этих врагов И еще пара других врагов Которые хуже Самый простой способ борьбы с этими врагами Это просто Увернуться от их первой атаки В их сторону То есть вперед и вправо Или вперед и влево Тогда они промахивают с первой атакой И потом не успевают ударить второй атакой И попасть И можно их пару раз ударить И потом отойти и повторить например В общем здесь вот эти вот черви Которых я уже встречал И которые один из самых напрягающих врагов в игре Потому что опять же они На удивление живучи Учитывая что это просто черви По ним сложно попасть Потому что большая часть оружия не бьет вертикально И у них Довольно приличный урон на самом деле Плюс они станут Потому что все атаки станут Потому что поезда в Bloodborne нет как такового Ау А нет не это Вот это Сойдет Тут их вроде да еще несколько Также лог по ним как-то совсем неадекватно работает Еще более неадекватно чем по большинству врагов Плюс они ничего не дропают и почти не дают крови Так что Они мало того что сложные Так еще и бессмысленные в плане награды Да я промахнул с тентаклями Шикарно Также они прыгают вокруг меня Так что если один из них у меня залочен То постоянно камера вращается Если ни один из них у меня не залочен То по ним сложно попадать Окей То есть в целом это враги Которые являются сложными Не из-за того что у них какой-то там сложный мувсет Или еще что-нибудь такое А из-за проблем с камерой и хитбоксами По сути потому что половина оружия По ним не в состоянии попасть вообще То есть если я возьму например Такую форму этой пилы Ну хотя нет Пила по ним достаточно хорошо попадает Но есть многие виды оружия Но даже пила она там через раз по ним попадает То есть первая атака попадает Вторая ну в данном случае попала Но не всегда Вот так примерно Это просто тупо Так что очевидно я этих врагов ненавижу И они охраняют всего лишь Умеряющий кровавый смоцвет 3 Умеряющий это конечно хорошо Потому что он все виды атаки Все виды урона повышает Но такая толпа врагов Причем такая толпа таких врагов Не очень приятно И я наверное даже использую вот это Я не помню про вот это По моему не восстанавливают мне бутылки и пули Так что видимо зря Да Бутылки и пули в таком же количестве Ну ладно Придется экономить дальше все Ну поехали внутрь И внутри Нас ждет Еще несколько интересных врагов Эти чуваки Не особенно опасны Тут в принципе почти все враги не особенно опасны Но они слегка интересны А более интересные чем эти чуваки Которые тут пол моют везде Это Когда нибудь я найду Одного из этих врагов Нет Возможно я наркоман Возможно Ну ладно Ты умри Знание безумца И да Призраки Невидимо Когда я далеко По моему Или просто они время от времени Становятся невидимыми Или просто Когда я вхожу Впервые они невидимы Но в общем Они достаточно опасны Но при этом Это легкие враги Потому что их легко застанлочить То есть у них Довольно много урона Комбы довольно большие Но Поезда у них нет Так что станлоки Очень эффективно работают И так же Тут есть еще один Вообще никак в игре Не объясненный элемент Точно так же как и Да вот они почти прозрачными стали Точно так же как Например Почти никак в игре Не объясняется Зазубренное оружие Которое дает бонус По чудовищам Так же в игре Есть оружие Которое дает бонус По призракам И это Праведное оружие По крайней мере Так этот бонус называется И в частности Священный клинок Людвига Имеет этот бонус В обоих формах Точнее да Священный клинок Людвига По моему в обоих формах Имеет Клинок лунного света Который у меня сейчас Тоже в обоих формах Его имеет Меч который Молот По моему только в форме меча И еще пара оружия В общем смысл в том Что это Священный Праведный клинок Вообще Типа он называется И это церковное оружие Которое Имеет Вид клинка То есть эти два меча Они мечи Поэтому они имеют этот бонус Это только в форме меча Это в обоих формах Трость хлыст По моему в форме меча И По моему все Может быть Неа ракуя не должно И это Бонус по Именно призракам Тейнхерстя И по моему По обычным врагам Тейнхерстя тоже Вообще Практически нигде Не объясняется этот бонус Ни в одном описании Ни в чем вообще Просто это оружие Имеет бонусный урон По некоторым врагам Почему? Хрен его знает Но Будем пользоваться Также я подобрал Саблю всадника Саблю всадника Райтер палаш Райтер палаш Что-то типа того Достаточно Интересная штуковина Но на этом билде Вообще никак Нельзя ее применить Ха Так Сейчас я зачищу это все И потом поговорю про саблю Как насчет Кстати например Вот этого вот Поэтому хуже Поэтому тоже хуже Но За счет скорости атаки Не сильно хуже Ладно И здесь кусок кровавика Их довольно приличное количество Можно найти в этой локации Так что для апгрейда оружия Она вполне подходит Так Сабля Сабля всадника Это оружие Которое использует Оттенок крови И наносит кровавый урон И это Меч Который Еще и пистолет Оружие Рыцаря Кейнхерста Сочетает в себе Элегантный Рыцарский меч С особым огнестрельным Механизмом ордена Кейнхерст Старые дворяне Давние почитатели крови Хорошо знакомы С кровавой чумой А избавление от чудовищ Входило в обязанности Их слуг Или рыцарей Как их называли Из-за внешнего вида И это собственно Рапира Которая бьет По-моему в одной форме Горизонтально Во второй выпадами И стреляет После переключения Во вторую форму На Р2 По-моему Довольно интересная Штуковина Но В элементальном билде Не работает никак По-моему на нее Вообще нельзя применять Элементальные камни Или они просто Ничего не делают Что-то такое Так что увы В одноручной форме Тоже норм Особенно силовыми Ха 1700 бэкстаб Ничего так Потому что собственно Камни на увеличение Общего урона вставлены В этой комнате Засада Как только я подбираю Этот предмет Появляется куча призраков Они иногда вот так вот Появляются из ниоткуда По-моему они достаточно Неплохо защищены От Аркейн урона Так что этот меч Еще и не так хорошо работает Как он мог бы То есть у него есть Бонус по этим врагам Но У них резистки его Типа урона Так что Эффективнее Скорее всего Было бы взять Какой-нибудь допустим Просто священный клинок Людвига И Затащить его там Не знаю В электричество И он будет неплох Благородное платье Я его уже читал По-моему Но Прочитаю еще раз Потому что я могу Великолепно сшитое платье Цвета бордо Его носили дворяне Старого рода Уходящего корнями В покинутый замок Кейнхерст Ладно Ну и Да На мужских персонажах Не очень На женских В принципе тоже Так себе Плотя А не Вот это Окей Поехали дальше Еще один новый враг Гаргульи Это граб И он Дамаговый И неприятный Но в целом Гаргульи Не такой уж Опасный враг По-моему У них тоже Высокий резист К аркейну Но у них Низкий резист К электричеству И огню Так что Электрическое Огненное оружие Против них Хорошо Этот меч В принципе Тоже не так себе Тоже неплох Потому что Просто много урона И у них просто К аркейну Резист Выше Чем к электричеству И огню Но не то что Прям совсем большой Также Удачным ударом Их можно свалить На землю Во время Некоторых Их атак И после этого Они получают Значительно больше урона И также Гаргульи Дропают Куски Кровавика Правильно Которые В общем До плюс 9 Апградит оружие Вот такие вот Довольно редко Но дропают Так что Можно их фармить Позже Будут враги Которые чаще Дропают Подобные Полезные вещи Да вот Я ее завалил И Почти там Сколько 800 урона За удар При том что До этого Было 400 Ну ладно В чашах Гаргульи Дропают Ага Вот она Ау Не успел ударить В чашах Гаргульи Дропают Как раз таки Как эти камни Называются Которые Увеличивают Весь урон Камни Ну как Меня отхиливал Вовремя Да Вот кусок Она дропну Питающая Питающие Камни Они дропают Которые Почему она не пишет Какие именно Камни у меня вставлены В общем Которые Полностью Весь урон Глобально Увеличивают И это Полезно Так что Если вы В чашах Находите Где-то Удобных Гаргульи На каком Там Четвертом Или пятом Тире Чаши Где-нибудь Там На третьем Уровне То Стоит Их Фармить Там Это Один Из Тех Самых Рыцарей Довольно Неприятный В плане Своего Дамага И прочего Подобного И так же Он Не то Чтобы Прям Плохо Станется Но он Любит Контр Атаковать Когда я Пытаюсь Его ударить Так что Станет Я его Станю Только сам При этом Тоже Получаю Урон Лови В общем Слегка Опасный Враг Но Слегка Опасный Это Слегка Опасный То есть Это не то Чтобы Прям Особая Проблема Тут Еще Две Гаргули Охраняют Предметы Ау Ау Блинчик Наносит Больше Урона Чем Просто Атака По крайней Мере Значительно Больше Аркейна И В принципе По-моему Тоже Больше Урона Сет Палача Это тот Сет Который Носит Альфред Альфред Или В общем Чувак Который Из церкви Оденье Банды Палачей Под Предводительством Мученика Вагариуса Позднее Стала Основой Любой Одежды Церкви Вместе С тяжелыми Складками Священной Плачаницы Как сказал Однажды Великий Вагариус Добрые Деяния Не всегда Мудрые А злые Деяния Не всегда Глупые Но так Или иначе Нам всегда Надо Стараться Быть Добрыми Так Палача И Штаны Палача Такой Вот Сет У него Есть еще Шлем Но Это Слегка Спойлер Его Я Немножко Позже Найду Получу Возможность Достать Так что Пока что Про него Я не буду Ничего Говорить Ну а так Мне сюда И это Мой Шорткат И это Также Мой Сундук Который Не должен Мне ничего Дать Да Книга Нечистокровных Лежит На сундуке Журнал С именами Всех Известных Нечистокровных Книга Из красной Кожи С именами Нечистокровных Преданных Договору С анализой Королевы Нечистокровных Из замка Ну ладно Ну ладно Про вторжение Который Который Позволяет Вторгаться Проблема В том Что Вторгаться Нельзя Просто Ко всем Подряд То есть Ко мне Сейчас Не может Никто Вторгнуться Потому что Потому что Логика Наверное В общем Смысл в том Что если я Кого-то Призываю То где-то На локации Появляется Женщина С колоколом Просто Она Спавнится Из ниоткуда И Когда Она Присутствует На этой Локации То ко мне Могут Вторгнуться И все То есть Только Если Я кого-то Призвал Причем Я могу Эту Женщину Найти И убить И тогда Ко мне Перестанут Вторгаться Несмотря На то Что я Кого-то Призвал Это Немножко Странная Система Пвп В том Поне Что Она Не работает Вообще Практически Никак В игре Есть две Локации Где По дефолту Эти женщины С колоколом Есть Там К вам Могут Вторгаться Но опять же Когда вы их Убьете Они не Респавнятся То есть Просто Достаточно Один раз Их убить И все Больше Никаких Вторжений И также Есть Чаши Чаши Бывают Разных Видов Есть Просто Чаши Есть Чаши Предков И есть Зловещая Чаша Предков И вот Зловещая Чаша Предков Она Добавляет В том Что эти Зловещие Чаши Ничем Не Лучше Чем Просто Обычные Такие же То есть Кроме Того Что к вам Могут Сторгаться Никакой Разницы Нет Вы Все равно Получаете Такой же Примерно По качеству Лут И все Такое То есть Было бы Достаточно Круто Если бы Там Пятые Зловещие Чаши Могли Дропать Более Крутой Если Просто Пятые Чаши Могут Дропать 21 Первого Уровня Камни По-моему 21 Последний Я не помню Уже В общем 21 Уровня Камни То Там Зловещая Чаша Может Дропать 22 Или 23 Тогда Был бы Смысл В них Ходить Был бы Смысл В pvp Так Есть Чаши В которых Просто Тусят pvp И дуэли С друг С другом Но Никому И Незачем Кроме Как За дуэлями Туда Ходить Не Нужно И Только К тем Кто Кого-то Призывает То Большая Часть Игроков И не Пытается Вторгаться Потому Что 90% Времени Вы Просто Никого Не Найдете Потому Что Не Так Много Людей Играет В Коопе Наверное Так Что Вся Пвп Система Блотборная Кривая Она Нормальная Для того Чтобы Именно С кем Дуэлиться В чашах Да Может Быть Но Не Для Вторжений И Всего Такого Потому Что Если Вы Не Хотите Чтобы К вам Вторгались То Вы Можете Пройти Игру Там Увидев Одного Вторженца В одной Конкретной Локации В которой Есть уже Эта женщина С колоком И Скорее Всего Вы Можете Умереть Об него И потом Добежать До этой Женщины И убить Ее До того Как Еще Один Заспаунится Ну И К тому Сейчас Учитывая Что Там Сколько Два Года С выхода Игры Прошло А Сейчас Даже В этих Локациях Почти Никто Не Вторгается Когда Я В прошлый Раз Проходил Ко Мне В обоих Локациях Никто Так И не Пришел Хотя Я Не Особенно Спешил К этой Женщине С колоколом Так Что Пвп Относительно Мертвая В Бладборне И Это Немножко Печально Но Что Поделать Ну Ладно Что Небудь Посмотрим Я Надеюсь Вам Понравилось Это Видео Спасибо За Просмотр С Вами Был Ваймс Пока